Новости на телеканале ИКС. В студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. В Корейской Народно-демократической Республике на выборах президента России в 2018 году проголосует один человек. Владимир Ли, единственный гражданин нашей страны, который постоянно проживает в КНДР. Он планирует посетить избирательный участок в консульском отделе российской дипломатической миссии в Пхеньяне. По словам представителя Центра избиркома Николая Булаева, наши соотечественники смогут проголосовать на выборах президента в марте на 382 участках в 145 странах. Теперь о городских темах. В законодательном собрании Севастополя продолжается пленарное заседание. Напомним, оно началось в 10 часов. На повестке дня 28 вопросов. На данный момент обсудили почти 20. Мы продолжаем следить за темой. Смотрите подробный репортаж о пленарном заседании в следующих информационных выпусках. Далее о медицине. Вопросы сотрудничества и обмена опытом в социальной сфере между Республикой Крым и Севастополем обсудили сегодня Дмитрий Овсяников и заместитель председателя Совета министров полуострова Алла Пашкунова. В нашем городе она посетила два медучреждения для того, чтобы оценить, как в Севастополе реализуется проект «Бережливая поликлиника». Иван Иванович предложил более активно начинать работать именно в социальной сфере. Мне показалось, что это очень хорошее предложение. Поэтому, наверное, состоится ответный визит и ответное взаимодействие. Я уверен, что по некоторым вопросам, ну, переставительства крупных объектов, больниц, скором медицинской помощи, Республика Крым, впереди все остальные. Поэтому взаимное сотрудничество очень важно для нас. Напомним, «Бережливая поликлиника» направлена на повышение доступности медицинских услуг для населения. В ноябре 2016 года Севастополь стал одним из трех регионов России, где стартовал проект. Сейчас «Бережливыми» поликлиники стали уже в 40 регионах. В Крыму к этому пока только готовятся. Самые главные вопросы – это вопросы организации работы, вопросы управленцев и вопросы квалифицированных кадров. Поэтому вся эта ситуация требует определенной системности. Вот этот системный подход мы его увидели. И таким образом будем в определенной степени этот опыт использовать. Хотя очень многие моменты, те, которые мы увидели в поликлиниках города Севастополь, у нас уже присутствуют. Но, тем не менее, еще раз говорю, что данный опыт как системный подход для нас будет полезен. Мы координируем свои шаги и в диалоге с федеральными органами власти. Что касается опыта, то, безусловно, мы стараемся информационно, методически помогать друг другу и в сфере здравоохранения, и в сфере социальной защиты населения, поскольку меры социальной поддержки, которые получают жители Крыма, жители Севастополя, они во многом перекликаются. Продолжая тему здравоохранения, в 2018 году в отдаленных от города районах установят пять амбулаторий. Первая примет пациентов уже в пятницу в Верхнесадовом. Подробнее расскажет Юлия Ефремова. Новый медицинский модуль будет обслуживать больше пяти тысяч человек. Жители Верхнесадового, Фронтового, Пироговки. Это те пять амбулаторий, которые мы откроем в ближайшее время. Это первая. Стоимость небольшая, порядка семи миллионов рублей, плюс коммуникации три миллиона. Это одна? Одна. Небольшая. Это типовые решения. Мы в этом году, я напомню, помимо тех пяти врачебных амбулаторий, еще будем пять ФАПа строить. Медработники фельдшерско-акушерского пункта Верхнесадовом уже собирают вещи. Скоро они из ФАПа, где ремонт не делали несколько десятков лет, переедут в новую амбулаторию по соседству. Мы очень рады и ждали долго, и рады, что переезжаем. Не сравнить с тем, что сейчас у нас новая амбулатория, там уютно все сделано для того, чтобы обрабатывать стены. Вот, например, здесь стены не обработаешь физраствором. Пока здесь полностью обустроен только стоматологический кабинет. Но скоро каждую комнату оснастят современным оборудованием в соответствии с требованиями СанПИН. Первый прием планируют провести уже в пятницу. Ну, тут больше того, что просто документального оформления, передачи документов и так далее, подключения, договоры, сети, ну, такие моменты определенные. А так, действительно, все готово, перенести документацию, доктор перейдет и начнет прием. Узкие специалисты в Верхнесадовом бывали редко, жалуются местные жители. Приходилось самостоятельно добираться в город, чтобы попасть на прием к врачу. С детьми, пенсионеры, да и как бы наш возраст тоже. На автобусе на северную сторону, 4-ю больницу, там очередь, талоны, нервы. Обещают решить и этот вопрос. Скоро по сельским амбулаториям будут курсировать бригады усиления. Один раз в неделю, где приезжает врач-хирург, врач-отолеринголог, кардиолог, эндокринолог, то есть тот специалист, который нужен, приезжает непосредственно сюда, что тоже самое позволяет облегчить доставку непосредственно пациента в больницу. Помещение, где прежде располагался сельский ФАП, отремонтируют. Там оборудуют детский кабинет, дневной стационар и физиокабинет. Юлия Ефремова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Показатель общей смертности населения в Севастополе выше среднего по России. Вместе с тем падает и рождаемость в регионе относительно прошлогодних показателей. Губернатор Севастополя прокомментировал рост уровня детской смертности в городе. Показатели января, можно сказать, шокируют. Если в прошлом году смертность от 0 до 17 лет была у нас порядка 34 человек, а в январе 3 2017 года, то в январе 2018 года уже 9 случаев. Поэтому это требует отдельного разбирательства, вмешательства. Со всем этим мы сейчас будем тщательно разбираться. «Подари жизнь» – такая донорская акция в Севастополе проходит ежегодно. В этот раз в ней приняли участие 15 сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Подробнее в сюжете Катарина Вербицкая. Первый и обязательный шаг – медицинский осмотр. Измеряют давление, пульс, проверяют уровень гемоглобина. После – чашка сладкого чая с печеньем. Валерия Фролова сдавать кровь будет четвертый раз. Каждый раз, когда сдаю кровь, ощущения прекрасные, чувствую себя превосходно. Я сдаю кровь для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Принять участие в акции, «Подари жизнь» и стать донором может каждый житель Севастополя. Али Мусаев сегодня стал донором впервые. Говорит, страшно совсем не было. Я считаю, что каждый человек должен сдавать хотя бы раз в год, два раза в год. Процедура длится всего 10 минут. Забирают до 500 мл крови. Благодаря участию в программе донорский центр выдает более 100 литров крови в месяц. Идет она в первую очередь на помощь детям, женщинам после родов и пострадавшим в ДТП. Периодическая физиологическая потеря крови способствует обновлению своих кровотворных клеток, способствует мобилизации иммунных сил организма. Донация крови безопасна для человека, вреда не приносит, а польза, которую оказывает для больного, просто неописуема. Судебные приставы Севастополя постоянно сотрудничают с Центром Крови. Для них желание стать донорами и подарить жизнь – внутренний порыв. Каждый из них знает, в любой момент помощь может понадобиться и их близким. Катарина Вербицкая, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Далее о реконструкции дорог в городе. Вчера начался капитальный ремонт по улице Рыбацкий причал. В общей сложности предстоит сделать участок протяженностью 1,6 км от проспекта Гагарина до улицы Адмирала Фадеева. Сумма контракта с подрядчиком более 75 млн рублей, а важность этой дороги для разгрузки городского движения и сроках завершения ремонта в следующем сюжете. Дорога на улице Рыбацкий причал соединяет Стрелецкую бухту с проспектом Октябрьской революции. Более 10 лет этот участок не ремонтировали. За это время здесь были серьезно повреждены более 200 машин. А в марте прошлого года этот объект возглавил список под названием «Карта убитых дорог» по данным опроса активистами ОНФ. Сейчас ситуация выглядит иначе. На капитальный ремонт уже вышли 30 рабочих. В помощь 10 единиц техники. Начали демонтаж бортового камня, вырубку кустарников и подготовку основания под будущий тротуар. В рамках капитального ремонта будет выполнена работа по устройству наружного освещения, которое на сегодня отсутствует, доведение дороги до параметров соответствующей категории. То есть ширина дороги будет 6 метров по одной полосе в каждую сторону. Тротуара у нас 4000 квадратных метров, бордюрного камня установить 4 километра, поребрика 2,5 километра. Освещение 66 опор. И я уже говорил об асфальте, 4000 тонн асфальта. Этот участок – дублер дороги по улице Вакулинчука. Скоро, чтобы попасть из Камышовой в Стрелецкую бухту, водителям не придется ехать через тут городок. Она очень важная артерия в городе. И, соответственно, ремонт позволит сбросить часть потока сюда и использовать как альтернативный маршрут. На особо опасных участках дороги ограничение скорости составит 30 километров в час. На остальных – 40 и 60, соответственно. А на пересечении улиц Рыбацкий причал и Адмирала Фадеева установят светофор. Устройство дорожных знат, разметок, перильного и барьерного ограждения, где необходимо. Соответственно, у этой улицы будет совершенно другой вид. Можно будет здесь прогуляться пешком. Основной объем работ закончат до конца июня. Завершить благоустройство территории планируют до 31 августа. Будем работать быстро и качественно, чтобы к курортному сезону закончить основные виды работ, пустить движение. Общественный транспорт здесь пока не ходит. Но после завершения ремонта дороги городские власти планируют запустить здесь автобусные маршруты. Сейчас их прорабатывают. За ремонтом важного дорожного участка наблюдали Святослав Данилов, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. К другим темам. Севастопольские автоинспекторы продолжают уроки дорожной безопасности в школах города. Сотрудники ГИБДД учат детей, как построить безопасный маршрут «Дом-школа-дом» и избежать дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание к использованию световозвращающих деталей у пешеходов. Для наглядности, госавтоинспекторы сфотографировали школьников со светоотражателями в руках. От вспышки такие элементы четко выделились на снимках. Под руководством полицейских дети тренировались правильно переходить улицу на пешеходном переходе. По мнению сотрудников ГИБДД, такие интерактивные практикумы учат школьников ориентироваться в сложной дорожной обстановке. В Исландии запретили называть детей именем Андрей. Окончание слова противоречит местным грамматическим правилам. В стране с населением в 335 тысяч человек имена для новорожденных можно выбирать только из утвержденного государственным комитетом списка. В перечне около 3600 мужских и женских имен. Напомним, у большинства исландцев фамилию заменяет отчеством. Так что спорное мужское имя создаст проблемы не одному поколению семьи. Теперь о спорте. В Севастополе прошел региональный этап по футзалу среди школьников. В этом году самые массовые соревнования. На разных этапах соревновались полсотни команд. Подробности в сюжете. Первыми соревнуются команды девочек младшей возрастной категории. Женских команд на соревнованиях еще не было. Мне отрадно признавать, что в этом году мы с вами вот сейчас видим, как бегают девчонки. Круглый мяч, он объединяет как мальчишек, так и девчонок. И отсюда такая массовость. За первое место борются сборные команды 12-й и 19-й школ. Бой не шуточный. Не обходится и без падений. Но иногда это помогает выиграть. Они мне надоели, я им забила год. Фидан Сафарова, автор всех голов в финальном этапе соревнований, принесла команде первое место. Дальше был бы окружной и всероссийские этапы. Но в этом году севастопольские школьники на него не попадут. Мы уже не успели, скажем так, в этом году делегировать туда свои команды. Постараемся, может быть, все-таки по одному из возрастов еще успеем, потому что очень сложная подача заявок. В следующем году я уже однозначно приложу максимум усилий организационно, чтобы... И мы уже сейчас находим понимание среди департамента образования и управления по делам молодежи и спорта, что и как нам нужно делать, чтобы вот учебный год 18-19, Севастополь уже полноценно в четырех возрастных категориях имел возможность мальчишкам и девчонкам дать возможность посоревноваться со своими сверстниками на Всероссийском уровне. Всего участия в соревнованиях приняли 52 команды. Это более 500 человек. Эти соревнования самые массовые за три года проведения в Севастополе. От каждого общеобразовательного учреждения на выбор две команды возрастов. Одна команда девочек, одна команда мальчиков. Поэтому участия было чуть больше 500 человек. То есть школы по две команды? Да, каждая школа выставляла по две команды. Не по шесть команд. Представьте, если бы она по шесть команд выставляла, это надо было умножить еще на три. Полторы тысячи, а то и больше участников. И чем образом отборы проходили? Внутри школьные были? Значит, соревнования проходили в три этапа. Первый этап – школьный этап. Отбирались по возрастам из всех классов дети согласно возрастных групп. Второй этап – муниципальный. Они проходили на базе образовательных учреждений. Школы 11, 38 и 15 по районам. Самый сильный наплыв и вообще большая нагрузка была на предварительные этапы. 66 игр прошло. В России соревнования по футзалу проводятся уже 12 лет. В них ежегодно принимают участие до полутора миллионов школьников. Юлия Ефремова, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска интересные факты о погоде. В холодное время года можно наблюдать природное явление паргелий или ложное солнце. Это происходит, когда мелкие капли воды замерзают на высоте 5-10 километров в перистых облаках, кристаллы льда преломляют и отражают лучи. На Руси первое упоминание о ложном солнце можно найти в произведении слова о полку Игореве. Изредка паргелии появляются летом, но лучше всего его видно в мороз. А в Севастополе выглянуло настоящее солнце. В нашем городе от плюс 7 до плюс 9 градусов без осадков. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 91 процент. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok